Оценка отлично за сборку автомата. Такую надпись можно найти в школьных дневниках героев следующего сюжета. Наша съемочная группа побывала на занятиях не просто класса, а настоящего отряда юных пограничников. Дергать за косички этих девушек вряд ли кто-то отважится. Уложить на лопатки для них труда не составит. Оля и Даша учатся в обычной общеобразовательной школе. А вот класс особенный. Это не просто 8-й Б, а кадетский пограничный отряд. Товарищ командир, кадетский пограничный отряд в составе 22 человек построен. Занятие готово. Здравствуйте, товарищ кадеты. Здравствуйте. Воленца есть. Конечно, общеобразовательные предметы никто не отменял. Только вот после уроков они берут в руки не компьютерную мышку, как многие их ровесники, а, к примеру, оружие. И точно знают, для чего нужно уметь собирать и разбирать автомат. В боевых действиях, когда какой-нибудь механизм заклинит, нужно будет срочно его разобрать и забрать. Почистить, где надо. И чем раньше, тем лучше. И быстрее вступишь в бой. Нежелательно, конечно, мелькюр. Ногти желательно стригать, потому что, когда будешь в финал вытаскивать, можно там же сразу же и отключить. Девушки рассказывают, вместо кукол всегда предпочитали машинки и пистолетики. Но пограничный отряд для них не игрушки. С военной службой они уже твердо решили связать свою жизнь. Ну а красивая форма, погоны и штаны с лампасами – приятный бонус. Мы хотим поступить после школы в военно-медицинскую академию Нижний Новгород. Быть медиком, да, скажем так, быть военным врачом, чтобы где-то можно было и на военные действия, да, то есть, ну, ездить. Пограничный отряд в общеобразовательной школе – своего рода эксперимент. Ну, идея исходила изначально от Союза ветеранов пограничных войск Нашечувашской республики. Выбор пал на 38-й школу. После того мы подошли к директору, мы были очень удивлены, что нам все так легко удалось, что нам пошли на встречу. Союз ветеранов стал не только инициатором создания отряда, а частью его жизни, примером для подражания и, кстати, спонсором. В итоге экспериментом довольны остались все – и школьники, и родители, и преподаватели. Дело решили продолжать. Когда ученики нынешнего 8-го Б закончат школу, руководитель обещал набрать в отряд пятиклассников. Ольга Пыречкина, Антон Вовк, Республика.